Всем привет дорогие друзья, вы на канале Реалистик Пес. Несмотря на то, что мы продолжаем черпать информацию по eFootball 2024 из различных слухов, домыслов и прочего, нежели из официальных новостей от Konami, чем-чем, но хотя бы информацией касаемо релиза этого обновления, они с нами делятся. И с наступлением нулевого сезона в eFootball мы вроде как определились, что обновление до 24 части состоится в конце августа, когда сезон и подходит к концу, однако после прошедшего четверга ситуация немножко изменилась, и вместе с ней изменилась и дата выхода eFootball 2024, о чем и предлагаю поговорить в рамках сегодняшнего видео. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками, пишите комментарии, подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые, ну а мы начинаем. Еще в начале августа, когда в игре стартовал нулевой сезон, Konami четко определили начало этого сезона и его окончание. И если мне не изменяет память, то сезон должен был завершиться где-то 28 августа, но опять же в конце месяца, буквально перед сентябрем. Однако уже на этой неделе, в четверг, как оно всегда и бывает, Konami объявили о предстоящем проведении глобального техобслуживания, которое и должно стать тем самым предзнаменованием для обновления до eFootball 2024. Но уже в этом анонсе указаны совсем другие числа. Если сезон заканчивался 28 августа в конце лета и после этого должно было стартовать глобальное техобслуживание, то уже в новом анонсе, который мы получили в прошедший четверг, указано 4 сентября. Именно в этот день, первый понедельник сентября, начнется техобслуживание. Как и всегда, eFootball перестанет быть доступна для игры в онлайне, вы сможете поиграть оффлайн товарищеские матчи. Однако сроки завершения этого техобслуживания не уточняются. Закончится ли это глобальное техобслуживание в этот же день, то есть 4 сентября, или же растянется аж до четверга, то есть с понедельника по четверг. В том числе и поэтому я все еще не рискую утвердительно говорить касаемо даты релиза обновления до eFootball 2024, потому что, ну, не совсем понимаю, что из себя будет представлять это длительное техобслуживание. Может быть, они имеют в виду несколько дней, полный день, или еще что-то. Но я уверен, что в комментариях, как всегда, найдутся эксперты, которые знают лучше меня. Поэтому, если вы осведомлены, у вас есть какие-то конкретные мысли на этот счет, обязательно делитесь ими в комментариях. Ну и в концовке также стоит упомянуть, что в четверг, помимо анонса о предстоящем глобальном техобслуживании, мы также получили новости о том, что Konami продолжает свое сотрудничество с Барселоной. А это означает, что Барселона продолжает оставаться этаким эксклюзивом eFootball еще на несколько лет. Данное соглашение включает в себя всевозможные сканы футболистов, стадиона, использование логотипа клуба, его форм, каких-то легендарных игроков и многое-многое другое. То есть, все то, что предлагали нам разработчики вместе с каталонским клубом. Барселона также появится и в FK24, с логотипом, с реальными составами, с фейсами, с формой, но без Camp Nou. Camp Nou остается частью ее футбол. И на фоне всего этого также были слухи о том, что, возможно, в 24-й части мы сможем получить обновленную модельку стадиона, которая готовится после реконструкции. Конечно, как таковых оснований для этих слухов не сказать, что много, за исключением того, что реконструкция потихоньку начинается. Но если эти слухи станут реальностью, то, в принципе, будет интересно. Более того, мы уже наблюдали данный стадион в анонсе к PES 2022. И вполне возможно, что конкретно эту модельку они просто допилят и уже представят в eFootball DTH 24. Поэтому пишите в комментариях, как вам такая перспектива поиграть на новом Camp Nou, и в целом, как относитесь к продлению сотрудничества с Барселоной. Будет ли это eFootball лишь плюсом или же просто без изменений. Интересно будет узнать ваше мнение насчет всего этого. Ну и на этом у нас все. Всем спасибо за вашу активность, за ваш просмотр. В лишний раз напоминаю, чтобы вы не забывали ставить лайки, подписываться на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Всем удачи и до встречи в следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok